Хутор Красный. Небольшая, но типичная промзона. Представители муниципалитета совместно с полицией и казаками проверяют места, где по предварительной информации могут находиться нелегальные мигранты. Небольшое предприятие по обслуживанию аттракционов зашли по пути, проверили документы. Здесь только граждане России из Ростова, Москвы и Махачкалы. А здесь живете, здесь на этой территории? Нет, в городе живу. Как? В городе живу. В городе. А ездите на каком транспорте? На сотке. По имеющимся данным, иностранцы работают рядом. Соседи говорят, что никакого отношения к ним не имеют. Это пекарня. Через окна видны лотки для хлеба и печь. В бетонном бункере рядом упаковка и остатки ингредиентов. В подвал ведет замаскированный проход. Дверь закрыта. Каких-либо юридических оснований для проникновения в помещение у проверяющих нет. Аналогичная ситуация с еще одной пекарней. В целом, все выглядит как небольшой семейный бизнес. Подъехали к вашей пекарне. Ну, конечно, туда никак попасть не можем. Скажите, пожалуйста, когда у вас люди работают? Я позавчера. У гостя документы в порядке. Хозяин утверждает, что у рабочих тоже есть все необходимые основания жить и трудиться в городе-курорте. Сейчас на месте никого нет, потому что хлеб начинают печь с вечера, чтобы с утра он был свежим. Будьте добры, позовите, пожалуйста, вашего хозяина и свои документы. Я хозяин и хозяйка, дочка моя. Мы вдвоем. Вы здесь живете? Да. Здесь прописано? Да. А вы? Это помогает мне. А можно ваши документы? Ну, и ваши. Бдительные граждане сообщили, что здесь работают иностранцы. Как рассказал хозяин, сам он из Мурманска. Бывший моряк. Купили дом, живут с дочкой и потенциальным зятем. Он из Омска. А иностранцев в доме отродясь не было. Потихоньку справляются своими силами. Проверяющие отмечают, что отсутствие результата тоже результат. Но к ряду объектов с сегодняшнего дня внимание будет пристальным. А проверки продолжатся в постоянном режиме. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-Регион.